тьюб 153 мотор всем привет вы на канале польза нет и сегодня я расскажу вам о том как можно определить фейковые airpods и подобрал аж 20 способов определения интересно если да тогда как всегда кратко быстро и емко начнем первое это не упаковка как вы подумали а самое простое что только может быть а именно вход для зарядки да 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 только оригиналы имеют вход для зарядки бокса lightning и только у подделок mini usb и тайп си для справки у меня на руках две копии airpods of это ай-7 и ай-10 также о себе заказал еще и 12 но они пока не пришли они наиболее похожие на оригиналы но также не имеют входа lightning второе и мы подробно будем сейчас обсуждать бокс ведь по нему определить подделку проще простого оригиналов есть на нем надпись задней стороны бокса сразу под креплением защелки у копий ее нет третье наличие физической кнопки только в одной из версий подделки она есть и она довольно редко встречается при том довольно сильно отличается от оригинала четвертое без бокса с наушниками реплика обычно вместе с боксом на грамм 10 меньше весит и это очень хорошо ощущается когда вы держали в руках оригиналы подделку по весу вы определите всегда 38 или 48 грамм разница довольно ощутимая 5 габариты ай-7 и ай-9 довольно большие а вот ай-10 почти один в один только при ближайшем рассмотрении вы увидите что они немного тоньше оригинала буквально на миллиметр но тем не менее тоньше шестое индикаторы и здесь я хочу отметить не только индикаторы снаружи бокса допустим в ай-7 ай-11 и ай-12 нет внешних диодов но внутренний диод либо отсутствует как у ай-10 либо реально выглядит по-другому так вот у оригиналов диодов снаружи нет а диод внутри мигает всегда когда вы его открываете 7 цена не могут оригиналы даже был стоит дешевле 100 баксов если они не убиты в хлам или не украдены вот допустим смотрим в е каталоге сколько могут стоить новые оригиналы и где их можно купить в моем регионе находим низшую для них цену смотрим в каких магазинах их реально покупать и реально понимаем что максимум даже буу товар может продаваться только в половину цены здесь для интереса мы можем поискать ай-10 сайт 12 можете проверить сами если рядом с вами достойной реплики или нет и что о них пишут пользователи 8 положение крышки у оригинала не бывает среднего положения только открытое или закрытое во всех копиях крышка может фиксироваться в разных положениях 9 коробка любого кто впервые решил купить эрпоц помните никогда не покупайте уши без коробки чека и документов на покупку если они крадены в них есть магическая функция поиска и владелец обязательно придет и заберет их хорошо если не обвинит вас в краже плюс вы всегда сможете по серийному номеру на коробке проверить коробка от оригинала у вас или нет но возвращаясь к теме китайцы не только и делают идеальные копии яблочных коробок но и некоторые умельцы скупают коробки у оригиналов и продают в них реплики так что на коробку можно положиться но не всегда на коробке будет имей ваших наушников и этот номер вы можете сравнить с номером на внутренней стороне бокса если они одинаковые и определяются на сайте apple как эрпоц и на 99 процентов у вас в руках оригинала подделках же есть и аудио приветствия и сообщение о том что один наушник ищет другой то есть если с вами общаются ваши наушники значит у вас не оригинальная эрпоц и 11 ложбинка у крышки прямоугольной формы вытянутая и если в i11 и i12 она и похожа то трещины между корпусом и крышкой все равно неравномерно прилегает если посмотрите на оригиналы трещинка равномерно на всех копиях она распределена по разному кратко подделку можно определить по этому параметру всегда 12 вы можете открыть крышку и если не поймете оригинал ли это по характерному щелчку или под прилеганию внутренности блока кожуху достаточно будет посмотреть на защелку на оригинале внутренняя часть гладкая а у реплик всегда есть какие-то неровности и дефекта на металле защелки 13 запомните в оригинальных эрпоцах нет беспроводной зарядки а это значит если вам обещают беспроводную зарядку в ваших ушах они стопроцентная подделка 14 здесь уничтожу маленький миф подделки подключаются к телефону также быстро как и оригинала читал что есть версии подделок которые еще и анимацию в айфонах активируют как оригинала надеюсь что это маркетинговый ход и реально анимации нет ни в одних подделках но если она есть то определить подделку становится в разы сложнее 15 цветных оригинальных эрпоцов нет они конечно есть но на официальном сайте яблочных их нет и не было красит их возможно уже и в заводских условиях но не представители apple стоит обычно около 50 баксов 16 сложнее всего определить подделку по ушам так как оригиналы и подделки делают сейчас на одном и том же заводе кратко пластик одинаковый размеры отличаются на доли миллиметра но способы проверить их есть иначе зачем бы я рассказывал вам об этом видео так вот первое самое простое как определить что у вас в руках подделка на ней нет датчика приближения на месте датчиков красуется пятно краски в тон датчику проще всего определить пусть даже это глупо звучит обычным ногтем цепляется все норм нет не норм идеально если у вас есть айфон и вы проверите это при воспроизведении аудио вынимаете наушники воспроизведение останавливается вставляете продолжается если так у вас оригиналы и эти датчики присутствуют а наличие таких датчиков у подделок я еще не читал 17 продолжаем танцы над оригиналами на них на внутренней стороне наушника есть надпись apple а 1562 чайна вторая строчка данная с сертификацией на каждом наушнике на подделках таких надписей не бывает 18 шифр left и right на наушниках не сильно но отличается у оригиналов и подделок довольно легко определить при наличии оригиналов для сравнения что есть оригинала что нет 19 сетка на основном динамике у оригиналов светлее и пластиковое обрамление вокруг нее гладкая а у копии острая просто пробуйте пальцем если там остро то значит у вас подделки в руках 20 самое главное печальное во всех подделках это то что на данный момент нет реплик у которых в ножках находились бы два микрофона у всех только один и при том не направленный определить довольно легко во первых идеальных ножек с сеткой просто нет везде есть косяки с пластиком а во вторых наушники в котором микрофон через сетку видны дырочки моем случае это левый наушник добавлю ко всему что airpods и могут работать по одному подделки либо в паре либо только основной наушник реплики не могут проигрывать музыку на одном заряде дольше 3 часов и блока зарядки на 20 часов подзаряда для двух наушников у них не бывает хотя это возможно проверить уже только при эксплуатации проверять по качеству звучания вам уж и не советую а и 10 по моему мнению очень близки к оригиналам ссылки на копии ушей в описании если вы хотите поискать где продаются оригиналы поближе можете зайти в не каталог ссылка тоже в описании и посмотреть сколько у вас в регионе примерно они стоят и опять же если есть деньги я советую покупать оригиналы пишите в комменты о чем снять ролики напоминаю что на канале раз в две недели конкурс разыгрываются фитнес браслеты mi band 3 и honor band 4 run эдишн рандомно за лайк комент подписку и колокольчик один из таких розыгрышей вы сейчас наблюдаете отзывы победителей есть по ссылке в описании к видео в обсуждении вконтакте кстати поздравляю победителя подписывайтесь на мой канал в телеграме чтобы не пропустить ролики новые обзоры минимум три раза в неделю пишите в комментах что кому интересно постараюсь на это снять видео напоминаю что канал домашний спонсоров у меня нет так что очень надеюсь на ваше участие а участием может у вас быть в первую очередь тем что вы поделитесь моим видео этим бы мне очень поможет следующий обзор точно на мышку сяоми наконец купила в цвет к ноутбуку спасибо что смотрите жду вас во всех соц сетях в друзья и в группах добра и удачи вам